СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Тем более я укреплялся в сознании истинности своего призвания и в призвании этом начал видеть свой жизненный долг. Жизнь в исполнении этого долга подчас бывала тяжелой и даже очень, а в другое время столь бесконечно радостной и счастливой, какая нечасто выпадает на долю смертных. Александр Греченинов. Моя жизнь. 1951 год. Нью-Йорк. Дыхание. Шепот. Слово. Шаг первый. Следующий. Уходишь, возвращаешься в поисках утраченного звука, пытаешься уловить грань. Вот он одинокий, и нет в нем никакого особого настроения. Просто звук. А вот второе еще. Мелодия. Всплывают образы, не связанные по началу фразы воспоминаний. Вдруг, случайно ли, приходишь к художнику, который ищет в бесформенном материале другого художника, который когда-то давно уже нашел свой звук. Я леплю брови, я леплю глаза, я леплю губы. Я пытаюсь, чтобы они у меня говорили. Но когда я леплю глаза, я леплю не глаза, а взгляд. Если я леплю губы, то я как бы слышу, что с них срывается, что он хочет сказать. Сколько композиторов появляется на свет Божий чуть не ежедневно. Сегодня они появились, а завтра о них забыли. Среди таких я быть не хотел. Уж лучше тогда навсегда примириться с ролью педагога. Но такие настроения не бывали длительными. Жизнь вне творчества всегда казалась мне лишенной смысла. Да и никаких усилий не хватило бы отогнать от себя порывов к творчеству. Зал Московской консерватории. Здесь он встретился с настоящей музыкой. Здесь игрались его первые авторские сочинения. И вот после забвения его музыка возвращалась домой. Никто из нас этого не знал. Никто из нас этого не слышал. В лучшем случае мы что-то себе проигрывали по нотам. Это совсем не то же самое, что это услышать в хоре. И я помню просто глубочайшее впечатление от исполнения в Москве, ну, может быть, лучшего духовного сочинения Гречанинова, его большого цикла, который называется «Страстная седмица». Субтитры создавал DimaTorzok Предшествовал «Страстной седмице» вход Господин в Иерусалим. И когда он ехал, постелали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велегласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря «Благословен Царь, грядущий во имя Господне! Мир на небесах и слава вышних!» В Москву родители Гречанинова перебрались из перемышля Калужской губернии, поселившись на Смоленском бульваре, где он и родился 25 октября 1864 года. «Отец и мать мои были люди религиозные. По субботам всенышные, по воскресеньям ранние обедния были обязательными. Отец любил петь церковные песни, дьячил, как выражалась мать. Когда мне было лет 12, отец купил музыкальную машину с двумя валиками по десяти песен. Часами я вертел их, пока не изучил наизусть». Потом Гречанинов пел в гимназическом церковном хоре и даже был солистом. Когда подрос, был принят церковный хор и стал петь на клиросе. Так дома появился еще один дьячок-гимназист. И вместе с отцом они распевали церковные песни уже на два голоса. Как-то гостил у нас двоюродный брат, который привез с собой гитару. Потом он уехал. Но так я влюбился в инструмент, что три месяца собирал пятачки на завтрак и скопил три рубля денег. Вот было счастье, когда я принес гитару домой и часами подбирал аккомпанемент для песен. «Ой, если будешь ты тема моей женой, Не будешь ты ни в чем нуждаться никогда, Ты неизменно будешь счастлива со мной, И будет жизнь твоя, запас всегда полна». Впоследствии он спрашивал о судьбе своих романцев московского адресата Владимира Зиринга. «На Невы желтые здесь тоже нигде достать нельзя. Как грустно чувствовать себя заживо похороненным». Только в 14 лет Гречанинов впервые увидел фортепьяно. Мелодии знакомых песен нетрудно было воспроизвести. Отец, узнав, что я бросаю гимназию, поступая в консерваторию, заявил, «Как? Вместо того, чтобы быть доктором, ты хочешь на задний стол к музыкантам?» Согласия, конечно, он не дал, но тяга моя к музыке и сочинительству была неодолима. «А потом еще такой момент. Он же не мог претендовать на большие успехи на исполнительском отделении. Если человек в 14 лет начинает кое-как заниматься фортепьяно, большого пианиста из него просто точно не получится. И отсюда желание как-то иначе себя реализовать в музыке. И отсюда сочинение. Кстати, его сначала так не очень проощряли. Он скорее сам упрямо шел к каким-то вещам. И когда ему стало касаться, что Московская консерватория не так хорошо воспринимает его композиторские попытки, как ему хотелось бы, он просто отправился в Петербург. В Петербургской консерватории наставником моим стал Римский Корсаков. Приношу я однажды работу. Поправил, сделал замечание и, в общем, похвалил. «Приятно, — сказал я, — что вы одобрили сочинение, но меня оно самого не удовлетворяет». «Отчего же? — спрашивает он. Уж очень оно напоминает Бородина». «Не бойтесь, — возразил он, — если ваше сочинение на что-то похоже. Бойтесь, когда оно ни на что не похоже». Настойчивость в достижении цели помогала ему в жизни. Так было и с Верой. С Верой Рербрик, своей избранницей, он не виделся ровно год. Отец ее, директор Нижегородской железной дороги, считал за мезальянс брак дочери с человеком не той среды. На мольбы и слезы дочери предложил компромисс. Расстаться, не видеться и не переписываться. Надеясь, что за год любовь ее остынет. Случилось же все наоборот. Потом жизнь разведет их, однако нежную привязанность к Вере он сохранит до самой ее кончины. Она же будет заботливо собирать и хранить его письма. Ни с кем не был он так откровенен в своих чувствах, как с Верой. Они жили в этом районе. Ее отец был известным инженером, ее брат был известным архитектором. И Вера Ивановна всегда очень высоко ценила композиторское творчество Греченина. Она составила такую книгу воспоминаний, пока не изданную, свою книгу музыкальной жизни Александра Греченинова, очень интересную. И всегда, даже когда они уже расстались, между ними были самые теплые дружеские отношения. Этот человеческий союз продолжался до конца дней Веры Ивановны. Из воспоминаний Веры Ивановны Гречениновой. Александру Тихоновичу 28 лет. Карьера его развивается с опозданием. По окончании консерватории мы отправились на отдых в имение моего отца в Гиреево, под Москвой. Давнишней его мечтой было повидать Волгу. И вот мы решили доставить себе это удовольствие. Две недели путешествия от Нижнего до Астрахани были такой радостью, которую описать невозможно. С тех пор мы каждое лето снимали дачу где-нибудь на берегу Волги. Вечерами Александр Тихонович шел к берегу слушать песни, доносившиеся с плотов. Он как раз показал, что, скажем, народное творчество постоянно должно питать композитора. Постоянно. И он сделал много таких сочинений, которые фактически являются как будто зарисовкой, которую он услышал в народном исполнении. Забавная история случилась в усадьбе под Рыбинском. В ней не оказалась пианино, и Александр Тихонович по совету соседей поехал в город. Взял там пианино и четырех грузчиков с пристани. Подвода стоила дорого. Инструмент несли на руках, по пути делали отдых, и Александр Тихонович играл мужикам эй ухнем вниз по матушке по Волге. Смеясин говорил, что под Камаринскую они пустились в пляс. Только к вечеру с пианино на руках они торжественно вошли во двор усадьбы. Еще студентом, будучи участником консерваторских концертов, Александр Тихонович однажды удостоился приветствия Чайковского. Друзья смеялись, говоря, что потом он неделю не мыл пожатые им руки. В октябре 93-го года великого композитора не стало. В память о нем Гречанинов написал элегию, но посчитал неудачной. Только долгое время спустя удалось сочинить достойную, как ему казалось, памяти любимого композитора симфонию. Четвертую. Относительно Четвертой симфонии, пожалуйста, разузнайте, кто из ленинградских симфонических дирижеров пользуется сейчас известностью. Я попросил бы Музгис послать ему партитуру, и он мог бы ее исполнить. Ведь какое же свинство держать мою музыку под спудом! Пришли и первые успехи. Струнный квартет Гречанинова был послан на конкурс под девизом «Вера», получил премию, напечатан. Издатель Беляев взял также первую тетрадь романцев, среди которых была завоевавшая потом широкую популярность «Колыбельная». Автор получил 125 рублей и был в полном восторге, даже не подозревая, какую невыгодную совершил сделку. Лето 95-го года я проводил на берегу излюбленной Волги, в той же уютной даче близ Рыбинска. Время царствования Александра III было настолько политически спокойное, что я позволял себе роскошь не читать газет. Можно было быть вполне уверенным, что ничего важного за четыре месяца каникул не произойдет. Успех квартета не мог не радовать, но я задумал написать церковное хоровое сочинение. Решил написать обедню. В Москве тогда пользовался большой славой хор Синодального училища, который исполнил обедню. А осенью 98-го года этим же хором была исполнена первая литургия Гречанинова. Новые песнопения имели громадный успех, но тот стиль, в котором Гречанинов и одновременно с ним Кастальский и Чесноков стали писать духовные сочинения, любителями и ценителями православного церковного пения долго не признавался. Гречанинов очень яркий, индивидуальный представитель того движения, которое было в начале XX века в русской духовной музыке, и которое характеризуется термином «новое направление». Суть нового направления как раз не романтическое отношение к духовному творчеству, а творчество на основе всего накопленного в церковно-певческом искусстве. Прошло немного времени, и Гречанинов пишет два хора «Волною морскую» и «Воскликните Господеве». В качестве материала были взяты старинные церковные напевы и попевки. Когда же настал вечер, он возлег с двенадцати учениками, и когда они ели, сказал «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них, «Не я ли, Господи?» Он же сказал в ответ, «Опустившие со мной рука в блюдо, этот предаст меня». Присем и Иуда, предающий его, сказал «Не я ли, Рави?» Иисус говорит ему, «Ты сказал». Музыку Гречанину, в общем, трудно не узнать, потому что, особенно духовную музыку, она выгодно отличается от других авторов. Если, конечно, можно говорить в церковном воплощении о чувственности, у Гречанинова очень много этого. Теоретики древней нашей музыки, они говорили, что есть в церковной музыке художественный элемент, и он должен быть, его не избежать. Вот у Гречанинова его много. Не порицать, а быть благодарными должны ревнители православия тем новым слагателям церковных песнопений, которые свои взоры обратили на старину. И творчество которых, своим возвратом к этой седой старине, внесло свежую струю в атмосферу нашего церковно-религиозного искусства. Совершенно особая страница его сотрудничества с художественным общедоступным театром, предложивший Гречанинову написать музыку к трагедии Алексея Толстого, царь Федор. Полная горячего увлечения работа, которую проделывал Станиславский со всей труппой, большей частью молодых актеров, энтузиазм и вера в громадное значение нового театра захватили меня. Приятной была встреча со старой знакомой Ольгой Книпер. «Ты что здесь делаешь?» спросил я ее. «Я служу», гордо ответила она. «А ты?» «А я пишу музыку». Первое представление прошло с небывалым успехом. «Я был горд от сознания, что и моего тут капля меду есть». Весной 99-го года Александр Тихонович сообщил мне в Ялту, что Алексеев Станиславский предложил ему написать музыку к Снегурочке. Если в «Царе Федоре» музыкальных номеров было немного, то здесь они должны были играть огромную роль, и режиссер ставил перед композитором особые задачи. Причем Станиславский хотел поставить эту пьесу в настоящих народных традициях вплоть до того, что музыканты должны были играть на настоящих народных инструментах. И пришлось колесить по всей России для того, чтобы добыть там старинные гусли, домбру и другие инструменты. Прогрессивный критик был благосклонен. В музыке господина Гречанинова и в смысле стиля заметно неуклонное стремление приблизиться к тому, что пелось или могло петься в старину на Руси. Восторгался музыкой знаток и ценитель народного искусства Максим Горький, писавший Чехову. «Снегурочка — это событие, поверьте. Музыка в «Снегурочке» колоритна до умопомрачения. Гречанинов любит народную песню, знает ее и прекрасно чувствует». Впоследствии по просьбе Станиславского я написал музыку к смерти Иоанна Грозного. «Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус, «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и колями, чтобы взять меня». Люди, державшие Иисуса, ругались над ним и били его. И, закрывши его, ударяли его по лицу и спрашивали его «Про реки, кто ударил тебя?» И много иных хуленей произносили против него. В композиторской моей жизни мне приходилось читать много несправедливого, бестактного и даже оскорбительного по своему адресу. Но никогда я не опускался до желания отвечать моим критикам. Шли годы, и все более и более я укреплялся в сознании истинности своего призвания и в призвании этом начал видеть свой жизненный долг. Вот уже несколько лет Александр Тихонович работает над первой своей оперой по мотивам старинных русских былин. Я нашел комнату с чудным видом на море и здесь заканчивал своего Добрыню. На той же даче жил певец Мариинской оперы Чупрынников. Когда я сочинил вторую песню Алеши Поповича «Расцветали в поле цветики», он разучил ее, и мы с ним выступили на концерте в Ялте. Успех был необычайным. Мы ее повторяли. Лето в Крыму я вспоминаю как самое счастливое в моей жизни. Я был молод и полон творческих сил. Что же еще нужно человеку? В октябре 1901 года в Москву приехал Римский Корсаков. Он побывал у Гречанинова дважды, внимательно слушал Добрыню Никитича. В начале марта следующего года специальная комиссия Большого театра вынесла единодушное решение принять оперу к постановке. Партию Добрыни взял Шаляпин. К огромному сожалению автора другому артисту Собинову не дали петь Алешу Поповича. Особым распоряжением дирекции императорских театров возбранялось выводить на сцену двух выдающихся певцов. Успех выпал Шаляпином. Позже Гречанинов посвятил Шаляпину романс на распутье, который тот очень высоко оценил и непременно исполнял в своих концертах. В Париже гречаниновское сочинение «Сугубая ектения», записанное на диск, получило приз газеты «Кандид». Гречанинов вспоминает, что к Шаляпину, солировавшему на записи, приходил домой Рахманинов и три раза подряд просил прокрутить ему пластинку, каждый раз внимательно вслушиваясь в музыку. Шаляпин при том не мог удержаться от слез. В 30-е годы, находясь в эмиграции в Париже, Гречанинов участвовал в конкурсе на создание лучшего матета и лучшей мессы на католические богослужебные тексты. И он, представьте себе, сумел таки победить в этом конкурсе. Все пять его матетов и праздничное месса, месса фестива, получили призы. он собрал чуть ли не весь фонд премий. Я, кажется, тебе писал, что окончил мессу на латинский текст и с увлечением ее оркестру. А что, у вас духовные сочинения и западных композиторов, как, например, «Страсти по Матфею Баха» или «Реквием Моцарта» тоже не разрешается исполнять? Остается у Гречанинова сочинение трудной судьбы, о котором он не переставал думать всю жизнь. Связано оно с поиском новых средств выражения. Валерий Полянский один из тех, кто возвращает нам Гречанинова. Рабочий момент записи оперы «Сестра Беатриса» произведения особого, тонкого, чувственного и пронзительного. Сюжетом к опере послужила мистерия французского поэта-символиста Миттерлинка. Монашенка Беатриса с молчаливого согласия святой покровительницы приюта Мадонны бежит из монастыря. Мадонна преображается в Беатрису и вершит чудеса милосердия. Когда же настоящая Беатриса возвращается обратно и просит прощения, оказывается, что здесь ее воспринимают как святую и непорочную деву. Какой прекрасный сюжет об идее всепрощения. В сестре Беатрисе музыка неслышно уже струится из каждой сцены этого шедевра. Ричанинов отнесся к задаче очень серьезно. Он даже ездил во Францию к родственникам Миттерлинка для того, чтобы согласовать французский текст с русским. Чтобы отойти от православия, я старался проникнуться древними григорианскими напевами и, кажется, довольно успешно впитал их в себя, не слыша упрека в неподходящем стиле моей музыки к стилю католическому. Вдруг кто-то из музыкантов говорил, ой, вы знаете, это знакомая мелодия. Вот, вы знаете, вот там, вот там. Я говорю, да, все правильно, это знакомая, но только вот это написано на сто лет раньше, чем то, что мы с вами знаем. Диапазонова, конечно, громаден от симфонии до опер, до детских песен, до громадных духовных сочинений. И он узнаваем, он самобытен. И, несмотря на то, что долгую, большую часть своей жизни, я имею в виду, сознательной жизни он прожил на Западе, он остался русским. Я имею в виду, в музыке остался русским. Поставленные в частной опере земена сестра Беатриса, после нескольких успешных представлений, была снята с репертуара и только 80 лет спустя обрела второе воплощение. Тогда и много позже я не знал, увидит ли свет когда-нибудь это мое злосчастное детище. Для царской России сестра Беатриса представляла кощунственное произведение и была недопустима. В советской России недопустима по причине своего религиозно-мистического характера. Но я был преисполнен верой, что когда-то придет и ее время. Тогда же Гречанинов пишет Страстную Седмицу, кульминацию своего хорового творчества. В последнюю неделю перед Пасхой Церковь вспоминает последние дни жизни Иисуса Христа на земле, его крестные страдания, смерти, погребения. Гречанинов считал, что не нужно создавать специальную музыку для народа. Напишите настоящее высокое духовное произведение и масса притворит в себе это. Так он считал. И он считал, что Церковь является главным домом в котором народ может приобщиться к высокому искусству, поскольку многие залы, а тем более камерные салоны для широких народных масс недоступны. Я всегда говорил и писал, что введение хотя бы на первых порах, хотя бы органы или физгармонии в нашу Церковь внесло бы много красоты в наш ритуал. Ведь сказано же в Писании «Хвалите Бога, хвалите Его на струнах и органе». Увы, наше с Кастальским и Чесноковым предложением ввести этот инструмент в церковное песнопение не было принято. Сочинения Гречанинова получают большую популярность в Петербурге. Перед ним открываются двери во все аристократические и придворные круги, интересовавшиеся музыкой. Императрица поет его дуэты, профессора консерватории вносят в классные сочинения и его романсы. Признание и успех сопутствуют Гречанинову. Мне передавали очевидцы, что на государя-императора такое сильное впечатление произвело мою веру, что он отдал приказ, чтобы придворная капелла исполняла его в церкви каждое воскресенье. Результатом такого успеха было то, что я получил от государя пенсию в две тысячи рублей. Я вздохнул свободно и с тех пор начал спокойно жить, не давая уроков. Впрочем, с первой февральской революции все кончилось. Весть о февральской революции была встречена в Москве с большим энтузиазмом. Народ высыпал на улице у всех в петлицах красные цветы. Новой России нужен новый гимн. Гречанинов бросается домой, к роялю и буквально за полчаса сочиняет музыку. Но вот слова. Следует звонок поэту Константину Бальмонту. Комментально приходит и через несколько минут текст готов. Еду на Кузнецкий мост в издательство Гудхель. Не теряя времени, он отправляется в нотопечатню. И в середине следующего дня окно его магазина было украшено новым гимном свободной России. Весь доход от продажи направляется в пользу освобожденных политических заключенных. Когда же открылись театры, на первом спектакле в Большом театре гимн был исполнен хором и оркестром под управлением Купера наряду с Марсельезой. Гимн стал популярен не только в России, но и за ее пределами. В Америке Курт Шиндлер с женой перевели текст на английский язык. И он получил огромную популярность. И большую, чем в России. держалась она долго и после того, как в России никакой свободы уже не было. Это был первый гимн свободной России до того, как появились национальные нынешние гимны и так далее. Все эти патриотические песни. Первым все-таки был Гречанинов. Кроме этого, у него есть еще несколько революционных песен, которые тоже никому не известны. Но недолго продолжалось опьянение свободой. Показались призраки новой революции. Приближался октябрь. Наконец он наступил, а вместе с ним пришли холод, голод и почти полное исчезновение духовной жизни. Новое искусство сметало все прежде накопленное. В памяти как миражи оживали звуки и картинки недавнего прошлого. В Советской России идет борьба за интеллигенцию. Требование одно – принять участие в общей работе с пролетариатом или остаться в одиночестве. Правда, пока что еще не в одиночке. В частности, в журнале «Музыка и революция» был тогда такой журнал, была опубликована дискуссия Льва Лебединского и Леонида Сабанеева. Сабанеев как раз так именно и считал, что музыка аполитична – это мир в себе. А Лебединский ему возражал и обвинял его в незнании марксизма. Конечно, Гречанинов не был знаком с учением, которое единственно верное, потому что правильное. Более того, он демонстративно дает своей третьей симфонии программное название «Иделическое», словно подчеркивая, что ничего общего с бурными событиями окружающей действительности не имеет. «То была пятница пред Пасхою и час шестый. И сказал Пилат Иудеям «Сед, царь ваш!» Но они закричали «Возьми, возьми, распни его!» И взяли Иисуса и повели. И, неся свой крест, он вышел на место, называемое Голгофа. И там распяли его, и с ним двух других по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Новая власть обращается к церкви, но не за верой, а силой отбирая ее символы. Поразительно, что в такое время, когда сама мысль о духовности казалась нелепой, греченина вдруг чувствует в себе потребность в духовном сочинительстве. Он перерабатывает и по-новому оркеструет демевственную литургию, и ее даже исполняют. Не имевший своих детей, он с болью наблюдает за беспризорными, вдруг неведомо откуда заполнившими улицы Москвы. Принимает участие в лекциях, концертах для пролетарских детей. Даже преподает в 1920 году в детской колонии Блисвольска. Для детей он много писал и ранее. ПЕСНЯ 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 Кажется, что ни один художник не сумел еще раскрыть перед нами в такой волшебно несложной форме все тайны чистой детской души, как это сделал Греченинов. Так писали дореволюционные газеты о его сочинениях для детей и называли его музыкальным Андерсоном. И тут ему повезло. Детская музыка оказалась почти единственным поводом, по которому советская власть хоть иногда разрешала вспоминать этого композитора. Вы знаете, он столько сделал в этом направлении. Школа Гнесиных фактически жила его музыкой. Он столько написал детских циклов, которые предназначены именно детской музыкальной школе любителям хорового пения. В Москве издавна существовала музыкальная школа сестер Гнесиных, из которой вышло немало первоклассных музыкантов. Я был приглашен в эту школу преподавателем теории музыки. Близко сошелся я с Еленой Фабиановной, старшей из сестер, которая организовала детский хоровой класс. Несколько песенок Чайковского и Оренского это все, что существовало тогда в русской музыкальной литературе этого жанра. Я охотно взялся за дело и написал шесть двуголосных песен на народные тексты. Песенки эти имели большой успех и положили начало целому ряду подобных сборников. Из эмиграции он обязательно присылал в Москву Елене Фабиановне Гнесиной в любимую им школу то, что сочинял в области детской музыки. Переписка же его с сестрами поддерживалась практически до конца жизни. С Гнесинкой связана была его память о родной Москве, которую не в силах было стереть неумолимое время. Конечно, ему было жалко Москву, это был родной дом, здесь оставались родственники, ну вся жизнь осталась здесь, ему же было уже много лет, ему уже 60 лет, это как бы вся прожитая жизнь, он же не знал, сколько ему еще суждено, суждено было еще много, но он-то этого тогда не знал. А тогда он знал одно, нынешнему времени он, увы, не нужен. Он писал церковную музыку, когда от церкви отказывались, когда кушали церкви, когда громили церкви. Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце, и завеса в храме раздралась посредине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал, «Отче, в руки твои предаю дух мой», и сие сказав, испустил дух. Была весна двадцать пятого года, когда мы с Марией Григорьевной навсегда покинули родину. С тех пор «Я живу с незаживаемой сердечной раной». Она всегда дает о себе чувствовать, и с ней, вероятно, придется уйти из этого мира, что был прекрасным, но вдруг перестал быть таким. «Он бросил все. Они с Марией Григорьевной уехали, ну, может, с маленьким чемоданчиком каким-то. Он пытался, библиотека его погибла, неизвестно где она. Тогда ведь было так. Ночью приезжал грузовик, клали все ценное, от какого-то интеллигента оставшегося, увозили куда-то, потом девалось неизвестно. Пропала, значит, большая книжная нотная библиотека, пропало много рукописей. Что мог гречанинов увез с собой, и все-таки это 200 опусов, 200». Запад встретил его восторженно. Успешные гастроли в Прибалтике, в Риге его приветствуют тысячи почитателей. Европа, Франция, Италия, Швейцария, хорошие гонорары за выступления, все благоприятно. И вдруг неожиданное письмо из Парижа Вере Ивановне. «Я так одинок. У меня нет здесь друзей. Не нахожу здесь музыкантов, которые так бы любили музыку, чтобы собираться и изучать ее». Его потрясает Америка. Такого отношения к себе он не мог представить даже в самых смелых фантазиях. «Вчерашнее мое выступление прошло с необычайным успехом. Полный зал вместимостью более трех тысяч человек. Длительные овации при моем появлении, масса бисов. Газеты помещают мои портреты, меня интервьюируют, художники лепят и пишут мои портреты. Такое счастье видеть столько друзей моей музыки. И такая горечь думать, что на родине отношение ко мне как к пасынку. соблазняют вернуться в Россию. Но меня ведь поставят позорному столбу как духовного композитора, а я так дорожу этим званием. Да, там, как, впрочем, и всюду, подавай музыке модерна. Что бы я стал там делать? Из-за гитлеровщины немецкие издатели не могут издавать иностранцев. В какое время мы живем? Он пережил три революции, две войны. Что еще могло произойти с ним? Он же умер поздно, он умер в середине 50-х годов. До его кончины в Америке его сочинения немного, но исполнялись. И даже в 50-х годах его поздняя опера, самая последняя и очень хорошая, опера «Женитьба по уголю» была поставлена в Париже частной русской труппой. Некоторые русские писатели за границей жалуются, что, будучи оторванными от родной почвы, они не могут творить, писал он своему другу Зирингу из Нью-Йорка в 1950-м году. У меня этого не было. Наоборот, я много работаю в сочинениях моих, написанных здесь, как будто еще больше чувствуется моя русская природа, в прежних написанных дома. Мне приятно с вами поделиться успехом и очень большим успехом, который имела «Женитьба» в Париже. И пресса, и мои друзья это мне засвидетельствовали. Как бы мне хотелось, чтобы ее увидели и на моей родине. Он был замкнутым человеком и, наконец, остался в полном одиночестве. Осталась только вера. Хотел упокоиться на родине, в Новодевичьем монастыре. Остался в Америке, в Джерси, близ Нью-Йорка. Но все возвращается на круги своя. Григорий Потоцкий по приглашению графа Петра Шереметьева приехал в Париж. Ни один привез Гречанинова, который работал в Русской Парижской консерватории. И вот вернулся сюда. Здесь все знакомые, те, с кем он учился, встречался, творил. Они все здесь, в скульптуре, живописи, графике. Рахманинов, Шаляпин, Дягилев, Нижинский. Теперь и Гречанинов с ними. Немало было сомнений и в собственной душе. Настолько ли ты одарен действительно, чтобы иметь успех в жизни, как художник-творец? Сколько композиторов появляется на свет Божий чуть не ежедневно. Сегодня они появились, а завтра о них уже забыли. Среди таких я быть не хотел. Почему-то в последнее время часто вспоминаю мать. кануны больших праздников, когда она с особенным настроением, светлым и немного торжественным занята приготовлением праздничной трапезы. Я вывожу из теста Христос Воскресе. Усталая, вечером она собирается в церковь. Завтра Пасхальное Воскресение. Хвалите Господа с небес Хвалите Господа с небес Слишком уж большое придавали значение музыкальному языку, тогда как главное в нашем искусстве совсем другое. Это чувство и настроение, которое художник переживает, творя свое произведение. И если настроение это он сумел передать исполнителю и слушателю, то благо ему. Покидая этот прекрасный мир, он сможет сказать себе «Я выполнил свой жизненный путь». Смогу ли я себе это сказать, «Когда придет мой час»? «Когда ставь твой 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 рас Субтитры создавал DimaTorzok